всем привет друзья сегодня у нас уже 13 сентября новосибирская область хочу проверить грибочки выросли или нет сейчас перейду речку я перейду какая водичка речушки в нашей маленькой кто это там утки или кто это такие там в общем все сейчас перехожу на тот бережок такой тоже лес листва падает трава пожухла все-таки уже осень вот прошли заморозки минус 2 уже все те какой высокая трава все уже такое зимние сейчас уже вечер 7 часов доходит не знаю сколько у меня получится походить может быть часика два потом уже темнять будет сколько получится столько похожу нет недавно не меня фрагмент моего видео показали по по центральному те как россия 24 наверное московские новости там говорили то что погода в москве жарко очень у нас на сибирской области там в томской в иркутской что у нас такой холод мороз минус 2 и вот фрагмент моих грядок заросших показали ну как заросшим кончен не совсем заросшие но все равно тарет трава сорняк эти самые дурманы показали бетонию так вот я бы не знал даже это подписчица написала услышала знакомый голос вас показывали там в москве такие вот дела так бы не знал даже но интересно все равно такие дела ну что мы хотим же осень уже все такое даже и в огороде он лесу то какое все видите пожухло листва и в огороде тоже уже и сорняк какой какой есть и уже все осеннее природу уже готовится прям к зиме в этом году рано листочки опадают все ранее такое холода и заморозки а я все иду не знаю что найду что не найду но надо сходить все равно проверить как как не сходить все-таки неделя была теплая такая днем было и 18 и 20 поэтому в тот лес сейчас я направляюсь посмотрим что выросла не выросла как есть так покажу пойду туда подальше уже потом назад может куда-то еще заглядывать хотел с вами еще знаете что обсудить пока идем просто так что скажу у нас соответственно есть например дедушка один он вообще с гражданством республики беларусь приехал сюда как бы здесь дети у него но дети соответственно мы уже граждане россии и у ему не дают гражданство то есть он получил вид на жительство и сейчас вот ему скажем пять лет надо прожить а дедушка уже старенький на 84 что ли года ну вот и москанада прожить пять лет с этим видом на жительство потом как бы найдут гражданство другим людям например из таджикистана соответственно ну как там супруг получил гражданство и жене как бы и автоматически я не знаю через три месяца что это она приехала и через три месяца ожидали гражданство россии при этом она говорит еле-еле на русском писать она вообще практически кроме своей фамилии на русском писать там имя отчество все больше ничего не умеет писать и вот как вот так да одним людям которые как бы и по-русски говорят и вы и дети у них как бы с гражданством россии им не дают им надо пять лет прожить пять лет как будут этот срок выждать и потом только они получат гражданство другим соответственно вот так вот разбаться и дают гражданство при этом не писать говорится не петь не рисовать не умеют вообще не знаю как это не справедливо и вот это дедушка уже он говорит что-то спрашивал спрашивал почему-то этим говорит сразу дают практически а ему вот так вот вот как будто этим вот из таджикистана узбекистана то есть вот эти вот как южные наверное как сказать все регионы сразу дают практически все а типа вот те кто с этой как с европейской части вот эти республика беларусь как бы там у нас например ну другие вот эти страны которые в той части расположены им как бы вот все долго дают как-то вот эта странная такая политика в нашей стране в нашем государстве ну это так вот такая ситуация одним дают другим не дают не писать не говорить не умеют граждане ну как мне кажется это наше гражданство российское как-то обесценивается просто вообще как в других странах надо налоги платить там какое-то что-то именно сделать им дают гражданство некоторым в швейцарии вообще не дают гражданство никому а у нас как это как надо быть всем раздают гражданство как будто вообще ничего это не значит мне кажется это неправильно тоже выскажитесь на эту тему как вам такая политика нашей страны нашего государства но сейчас я пойду здесь по бережку смотреть грибочки вот пока поговорили как раз смотрите все голое пришли туда куда надо буду ходить смотреть друзья мои наверное последний поход в лес в этом году потому что грибочков нету вообще ни единого грибочка не встретилась там но заморозки ожидаются уже ночные минус 3 минус 5 как вода быстро бежит уже как бы потом уже там уже ничего не будет уже зима скоро такой вот в этом году не очень грибной год лес наверно уже отдыхает какие грибы уже листья посбросил вот так вот столько листочков нападала здесь все в хмели вот так вот завито хмель сейчас вот здесь пройдусь смотрю тут мне некоторые писали то что ходите не по лесу а по обувкам собака у нас видите какой лес темный и там это что такое собака или кто это вообще страсти какие на том берегу что это такое страх какой вот так вот друзья мои идем с вами даже не страшно ли сходить здесь пройдусь поэтому такие вот у нас леса не особо тут не пройдешь то все в заросли в каких-то ветках но тут ничего такого видите нету не повезти так тихо ой вот так вот тут особо нечего делать тут собирались тут дремучий лес на пеньке тоже ничего нету не пройдет вообще не пролазно обходить не пролазно не пролазно сухими. Тоже ничего нету. Хоть туда пойти. Боярки поесть. Дальше. Все с ведром. В этот раз ведром у меня. Другую эту. Ничегошеньки. Тут что-то есть какое-то, но это я не знаю, что это такое. Тип такой. Червивый какой-то. Какая-то это подглуздок или как его называют, но не червивый. Уже старые. Два штучки. Это кто? Или это волнушечка? Ну-ка. Это волнушечка, наверное. Ну-ка. Хоть что-то. Вообще ничего нету. Какой еще волнушечка? Ничего. Соберем хоть волнушечку. Может кто-то и там волнушки. Вот что-то тоже. Но это нет, это несъедобное. Надо знать такое место, где прям волнушки, например. Может там бы что-то и было. Ой. Тут и ничего. Тут еще что-то. Ну-ка. Какой-то тоже беспутный гриб. Такие дела. Пусто. Пойду дальше. Что-то досинок. Это боярки. Такая вот боярочка. Ягодки. Можно покушать хоть. Собирать. Спелое, хорошее. Лучше еще туда сходить. Ну, что-то там есть. Есть. Вот видите, уже все пожухло. Такой лес трава. Так можно и домой идти уже. Такой поход. Грибной прямо. Ой. Ну, вот как-то так тут. Такой заходик. Ну, вот все вот эти вот какие-то непонятные грибочки. Здесь вот домик строил какой-то. Вон, видите. Непонятные грибочки такие. Что-то там не должно быть, что-то там. Дальше даже страшно идти. Такой дремучий лес. дремучий-дремучий страсти-мордасти вот видите как что в таком лесу вырастет он дремучий-преплемучий ну как вот в таких обычно деревьях обрубленных там поселяются то шершины то еще кто так вот никого нет никаких грибочков это что такое никаких грибочков это что такое тоже червивое что-то ой ну что уже камера не держится березки красивые но что-то они тут тоже он все пап какие-то облезлые обломленные так что нету здесь никого нужно идти назад такой вот бурло непролазный не выйдешь вслед с нашего березка упала ой 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 да что тут не знаю что тут за гриб я не понимаю такой вот пахнет как мне это надо таким каким-то шампиньоновым как шампиньоновым я такие брать не буду потому что не знаю что это такое вот такие дела еще можно что там еще такое нужно идти назад запускаюсь к бережку ой 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 уже солнышко смотрите садится такая красота это сейчас мы уберем что все таки была действительно красота видите как те же да гладь божья благодать не знаю кто там гавкал или что делал на том берегу такие вот дела у нас осенние вот так вот бутылей насобирал вместо грибов хоть что мне говорите друзья мои люди такие твари даже хуже ну вы поели попили погожбанили ну зачем вот это все оставлять ну раз грибов нет у меня понесу мусор дальше туда вынесу донесу докуда смогу такие вот дела хоть почище будет в общем собираю вещички иду дальше так вот иду потихоньку торопиться некуда ой держу телефон вот так только потому что в руке метра эти мусорок поэтому не знаю вот ну как так вот ну вот пришли на берег да вы поели попили погуляли и все бросили зрач я не понимаю таких людей если честно и все засирают понимаете ну все то что можно уже засрали хламом всяким никуда не в листья не вступить все засирают ну как жить так как можно быть такими ой даже слов подобраться я пойду дальше все потихонечку потихонечку вот дорогу дали по синему лесу такому ой смотрите какие березки такое небо иду потихонечку как хорошо дышится в лесу вообще так прекрасно все в хмели ну шишек что-то я не вижу особо шишек не видать может и есть тут где-то почему вот они вот шишечки такие вот такие шишечки опа красиво в лесу все равно аллейка не знаю то ли ее специально так высаживали по берегу то ли так выросли березки интересно да по краюшку растут а здесь частина даже не знаю что это такое то ли специально то ли нет то ли просто что-то наросли ой или природой так задумано здесь тоже висит какой-то хлам что-то такое висит тут тоже убрать иду дальше представляете еще только 7 часов 37 минут за 40 минут с небольшим я столько пробежал ничего не нашел но пробежал вот так красивенько так но там дальше только в два места можно будет зайти может в три так чуть-чуть но видимо нету если нету то и нету такой сезон год тяжелый в этом году вообще какой-то тяжелый тяжелый не как в прошлом году все совсем иначе как то и погода тоже такая вся морозячная и весной и осенью и болезни всякие в комментариях написали там на маму что она ленивка картошку плохо копает стоит руки в боке у нас у всех тоже свои болячки есть у кого одно болит у кого второе у кого третье как бы не все здоровые уже свою силу как можем так работаем кто-то больше кто-то меньше кто-то одно сделает кто-то другое а люди как-то судят так вот поверхностно все судилище такое устраивают как мне написали тоже еще ой что вы хотите вы выставляете видео что вы хотите что ну типа вам и пишут такое что вы вы примите это все за чистую монету кто же боярочка наверное да можно покушать боярочку но как-то не хочется принимать все-таки люди как-то странно вот так вот рассуждают некоторые вообще не пойми как так уже правильно уже лес видите все он уже готовится к зиме так рано все попало все листья что это такое лес голый практически а еще только сентябрь 13 сентября это же вообще можно сказать ну хотя он там с листочками видите зелененький такой он уже прям вообще за неделю так изменился лес травящий здесь конечно не так ползти за недельку вообще какая речка красавица так рябинка уже наклонилась все ниже и ниже чуть контракт не хватанул телефон выпал карман не застегнул а вообще капец он все потерял придется идти до дома потом идти с другим телефоном звонить и искать не представляете вообще кошмар хорошо что думал на начале пойдет и правда прямо с самого начала выпал телефон ой вот так вот такого никогда у меня не было это первый раз такое ну что прогулялись можно идти назад вот так вот то кто-то гавкает то вот так вот пойдешь и выронешь и вообще это вообще не выкрасно сейчас где его искать здесь ну хорошо здесь как бы травка такая низенькая и только в этом месте я уже помнил что в том дуне нет наверно на начале и правда ничего нету здесь ничего совершенно пойду назад потихоньку вот здесь какие-то как ландыши что ли растут такие вот листочки наверное правда это ландыши может и нет не знаю в общем но похоже ну все пойду назад такая вот красота друзья мои солнышко уже садится облачка тучки всем друзья добра пойду потихоньку счастье здоровье всех благ мирного неба над головой всем пока пока и до новых видео и до нового грибного сезона всем пока пока пока